В оптимистическую сторону куда-то иду, но, тем не менее, я должен для честности осветить и пессимистическую. Пессимистическое сводится к следующему. Многие люди, с которыми я говорил и об этой выставке, и о состоянии современного искусства, вообще, да и о состоянии с художниками или с исследователями, о состоянии вообще, многие люди находятся в ковид в некой панике. Если бы я был пессимистически настроенным человеком, я бы говорил вслед за ними, ну вот, у нас были большие проблемы в политике, тотальные проблемы, теперь стали тотальные проблемы. Если раньше еще были какие-то события, то сейчас события закончились. То есть, единственным событием является сводка ковида, да в сущности, просто вот развитие этого организма, который, может быть, сам не хочет зла, он просто так живет, но он развивается. И это вот единая реальность. Непонятно, что с этой реальностью делать. С одной стороны, от нее хочется скрыться для того, чтобы обезопасить себя, с другой стороны, в ней хочется участвовать, потому что мы не можем не откликнуться на призыв быть современными, и проблематика современного искусства, современность, что происходит с нами сейчас, не дает нам возможности отказаться от этой рефлексии. Поэтому я воспринимаю выставку Родиона Атаулина, которая проходит сейчас в библиотеке города, как некоторый способ, некоторый вариант, некоторую настройку оптики, воспринимающего сознание художника или сознание зрителя, который может ее перенять, того, как можно существовать в пандемии, убегать или не убегать. Работы этой выставки были сделаны нынешней весной, когда ограничения посыпались, и многие горожане бежали в деревню, многие художники оказались в лесу. За эту нить я хотел бы уцепиться, чтобы задать вопросы относительно того, как работает художественное сознание, активистское сознание и сознание научное, которое на все на это смотрит и оценивает в новой ситуации. Можно ли ее назвать новой? Что такое уход в лес? Что такое вот такой партизанский, анархический уход, бегство? Нет ли опасности того, что это станет маской и некоторым таким отказом от рефлексии? Как существовать с другой стороны в активном, рефлексивном ощущении современности, при том, что мы не можем встать на некоторую дистанцию, которая иногда важна, дистанцию по отношению к тому, что мы попытаемся превратить в произведение искусства? Что происходит, в конце концов, с нашей чувственностью, с нашей системой восприятия? Как трансформировались художественные практики, практики активистов, научно-исследовательские практики, может быть? Какие новые механизмы восприятия, паники или, наоборот, новых способов интеракции, дистантного взаимодействия мы открыли? Как по-другому выглядят ощущения нашего тела, ощущения звука? Об этом, обо всем я буду говорить с действующими художниками, с их куратором, с несколькими людьми, которых вы видите сейчас здесь. Итак, участники Зина «Мы деревья», не только Зина, там есть еще дополнения, о которых мы скажем, куратор проекта, режиссер Сергей Морозов. Здравствуйте. 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 Я хочу сразу добавить, что со-куратор Зина вместе со мной, Анна Саруханова. Да, спасибо большое за это добавление. Один из художников-художниц, Карина Щербакова. Да, я поздороваюсь, я вас слышу, увижу. Да, здравствуйте, да, вот вы занимались от медиации. Мария Тинника, художница и общественный деятель. Правильно я сделал дарение? Не-не-не, Тинник – это правильно, но не художница. Останавливаемся только на общественном деятеле. А, ну хорошо, договорились, хотя я помню ваш калаш, и он, в общем, меня заинтересовал. Александра Ненько, доцент Института дизайна и урбанистики университета ИТМО, руководитель лаборатории качества городской жизни. Здравствуйте. Да, всем привет. Все правильно, даже с ударением в фамилии. Да. Скажите, пожалуйста, еще есть, есть ли люди, которых я не назвал, скажите, пожалуйста, кто, 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 кто вы? Я вижу несколько имен, которые никак не представлены, а мне хотелось бы с вами взаимодействовать. Антон – это представитель и организатор библиотеки Коголя, так что мы присутствуем незримо. Да, Анастасия Абдрахманова. А я из следующей дискуссии, из объединения побеги, так что я в качестве зрителя больше. А, хорошо. Ну что ж, хорошо. Значит, первую часть, начало нашего обсуждения я хотел бы обозначить вопросом вообще вашего самочувствия и существования в актуальных проектах, в тех проектах, которые были до этого тоже. Скажите, пожалуйста, вот вашим проектам на протяжении, ну, уже года, деятельностью, вашей деятельности, как состояние ковида, вот как это время вообще помешало скорее или помогло? Что вызвало сложности, может быть, в коммуникации? Сергей, начнете? Да, с удовольствием начну, Антон. Спасибо большое. Очень приятно присутствовать, быть и говорить на этой дискуссии. Но я не буду очень широко распространяться со своим ответом. Хочу дать возможность остальным участникам тоже быть услышанными. Но могу сказать, что ковид, как и любое препятствие, мобилизует. И в этом смысле, конечно, мы все пережили некую зону тревожности, зону стресса весной, прежде всего, когда столкнулись с этой проблемой глобально в таком масштабе. Но мне кажется, что все же, несмотря ни на что, творчески настроенных людей, людей, которые готовы рефлексировать и действовать на художественном поле, это только побудило к действию. Ну, по крайней мере, я, оказавшись заперти, вот у меня тоже случился побег в Ростов-на-Дону, откуда я родом, и я, оказавшись заперти, только утроил подачу заявок на всякие гранты. И, собственно, вот грант, то есть не грант, ну и грант в том числе, в общем, наша заявка, которая была подана условно в начале лета, была принята, и мы, собственно, ЗИН сделали как бы корнями, и этот проект уходит именно в весенний карантин. Поэтому я думаю, что, ну, лично для меня это было очень тревожное, но при этом мобилизующее время, и я до сих пор расхлебываю те опен-колы, которые я прошел, и, в общем, это даже в какой-то момент стало тягостью, потому что, ну, после такой весеннего застоя, назовем так, начались обычные будни рабочие, и вот это наследие весенних опен-колов, оно аукается до сих пор мне, и я вот спешу закрыть еще часть проекта. В общем, не могу сказать, что это было очень застойное время в моем случае. Передаю слово другим. Да, Карина, может быть, скажете, как было у вас, как вы на дистанции работали в основном над деревьем? Да, я готова поделиться. Ну, вот сейчас, когда говорил Сережа, для меня очень очевидно пришел ответ, что мои телесные переживания, мой опыт работы с телом, как перформера, как человека, который интересует соматический такой личный опыт тела, перешел в плоскость звука еще и с точки зрения того, что такое звуковое поле или поле голоса, которое я могу слушать на дистанции, это для меня способ тактильности, то есть это как бы тактильность, которая доступна мне в этой ситуации. И да, мы работали сначала через Zoom, через какие-то соцсети, и летом были живые встречи в Петербурге, когда, в общем-то, мы с несколькими участниками, с несколькими художниками делали прогулки. И для меня это еще стало таким вопросом к самой к себе, насколько я, как человек, который живет в городской среде, налаживает язык коммуникации не только с окружающими меня людьми, но также с деревьями в частности, и вообще, как я себя соотношу с этими элементами, и насколько я могу вот это время, которое переосмысливается внутри ковидных времен, посвящать общению с какими-то другими акторами, с какими-то другими живыми объектами городской среды. Наверное, пока так. Вы можете немножко уточнить, приведя какой-нибудь пример коммуникации с нечеловеческими объектами или субъектами, если вы хотите так поменять? Знаете, самое первое — это коммуникация через Zoom. Для меня это тоже какой-то новый слой, то есть это как бы такая дигитальная среда, через которую я связываюсь со своими коллегами, с живыми людьми в других местах. Вот это стало каким-то очень таким сильным элементом, безусловно. Но скорее еще я могу, наверное, привести в пример какие-то телесные практики, которые в времена ковида мы осуществляли каждый у себя в квартире, и это про фокус внимания, когда я могу вдруг внезапно посмотреть на стену, которая мне очень знакома и которая, в принципе, всегда передо мной, с новым качеством внимания. То есть насколько я могу также распределять свое внимание к себе, к ведущему, который общается со мной через Zoom, к стене, к лампе, и также все это соотносить с собой. А как это перестроилось? Из живого общения в неживое? Ну, в опосредованное такое, да? Как это перестроилось? Вы имеете в виду, что? То есть, ну, как это перестроилось? Это было в живом пространстве, где мы также могли взаимодействовать с фокусом вовнутрь, с фокусом вовне. Но сейчас это перестроилось, наверное, с точки зрения того, что есть определенный слой тревоги, есть определенный слой того, что это единственная ситуация, в которой я могу находиться. Но как я могу поменять, например, свой ракурс, как я могу поменять перспективу на то, что я вижу через тревогу? Ну, да, и, наверное, нужно добавить, что, опять же, вот для меня Zoom стал вариантом, когда я стала работать и запускать там open call, точнее, писать open call с коллегами, которые живут, например, в Лондоне. И раньше всегда было какое-то такое темпоральное условие, что, блин, мы не успеваем, у нас разные часовые пояса. А сейчас это вообще не стало каким-то определенным препятствием. И уже вот больше шести месяцев мы работаем, мы как-то продолжаем. И в моей жизни появился таким образом новый опыт работы на, в общем-то, с теми, с кем раньше по каким-то причинам эта работа откладывалась. Я, наверное, готова передать слово. Если у вас нет ко мне вопросов, я хочу прям, чтобы все успели поговорить. Ну, давайте, конечно. У меня есть еще вопросы, но я их отложу. Можно вернуться. Но потом. Давайте, я хотел бы спросить вот у Марии, как активизм существует сейчас в такой ситуации? Вообще, как к нему обращают внимание власти, когда все отвлечены такой проблемой? Не знаю, надо у активистов спросить. Хорошо. Я просто первый раз в наушниках и ощущение, что мало того, что никого особо не вижу глаза в глаза, так еще и ощущение, что разговариваю как будто с другой планеты. Извините за такой ответ, потому что, ну, то есть, как вы вначале меня представили, да, то есть, как общественный деятель. Если честно, действительно, я небольшой активист, и никогда я им особо не была, именно вот активистом. А мне было всегда интересно что-либо исследовать, да, фотографировать каким-то образом, да, там, осмысливать и так далее. То есть, это вот, в общем-то, все, чем я обычно занимаюсь. Даже в группе, которую создала «Деревья Петербурга», она началась с проекта «Был и стало», где я показывала, как изменились улицы, да, или площади города с деревьями и без. И, в общем-то, с этого, да, все и началось. С какого-то такого исследования, темы, которая мне близка. Просто деревья сами по себе, да, меня интересовали, скажем, достаточно давно. Но вот в таком виде, в городском пространстве, увидев, как они, как их значение принижается, да, как не замечают то, что на самом деле является основным в городе, я бы сказала, да, то есть принижается их роль, да, им предлагается быть послушными, не знаю, жертвами, скажем так, того, что происходит в городе, а люди чувствуют себя такими сильными, значимыми, и при этом, как выяснилось, гораздо-гораздо уязвимее за этот год, чем те же самые деревья. Вот, поэтому если бы я была активистом, то, наверное, я восприняла этот период, как действительно возможность что-либо активно сделать для деревьев. В общем-то, было в это время, как раз весной, профессионалы, специалисты из разных областей решили собраться и создать сообщество с Новозелёной Петербург, волонтёрское, да, вот именно активистское собрание людей, которые решили привлечь внимание к деревьям и в том числе нанести деревья на карту в центральных районах, на улице. И чему помешал ковид, вот он помешал этому. То есть на самом деле люди были так напуганы, что мои объяснения, например, о том, что общение с деревьями – это как раз самый безопасный и самый здоровый образ переживания этого момента, да, то есть вы не общаетесь с другими, вы не можете заразиться, а заодно ещё получите положительные эмоции от обнимания с деревьями, потому что понять как бы их обхват, да, то есть там параметры для того, чтобы занести эту информацию, нужно было пообниматься с деревьями. И вот что удивительно, да, что удивительно на людей, вот ковид подействовал таким образом, что очень, ну, как бы намного меньше кто заявлялись до карантина, а работать нужно было, ну, не работать, я имею в виду, активно наносить деревья, нужно было уже вот в период ограничений, и люди не вышли на улицу. Ну, вернее, скажем так, вышли, но в малых количествах. Но зато мне это очень хорошо помогло, то есть я, в отличие от них, действительно стала таким активистом на время. И в течение вот самых таких тяжёлых моментов, ну, для меня, я имею в виду, я думаю, для многих остальных, когда уже всё закрылось и нельзя было выходить на улицу, вроде бы как, но так как улица всё-таки у нас была и до сих пор почему-то не считается общественным пространством, то она не попала под этот запрет, на удивление. А именно на улицах, в общем-то, да, я занималась тем, что выходила, и каждый день у меня была норма по обниманию деревьев рядом с моим домом. И вот теперь на карты городских деревьев вот этот вот мой период ужаса можно обнаружить в виде аллеи на набережной лейтенанта Шмидта. Там порядка 300 либ разного возраста, разного состояния, и вот это моё, так сказать, переживание. О, замечательно. А сколько у вас была норма в день? Если честно, человек не может особо выдержать рутинной работы, поэтому норму я себе поставила порядка 50 деревьев, но не выполняла её. Поэтому, если говорить о норме, то 50, а в реальности это было порядка 30. Да. Ну а там, как это происходит? То есть я просто обнимаю дерево, потом я вытягиваю руки, замеряю сантиметром, или я обхватываю его сантиметром? Ну, на самом деле, это же элементарные вещи. Для начала надо просто свой размах замерить и замерить расстояние между этими двумя пальцами. Этих двух параметров достаточно для того, чтобы определить обхват любого дерева. Потом нужно сфотографировать его, причём сфотографировать так, чтобы было видно целиком, чтобы видно было, как там обстоят дела с стволом. Ну, естественно, нужно было определить приблизительно высоту и знать, что это за порода. Вот такие. Ну, то есть на одно дерево обычно уходит порядка 50 секунд. Понятно. Спасибо. А, Александр, у меня теперь вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас находились в Петербурге, пока всё это происходило, пока происходила пандемия. Да. Вы были всё время в Петербурге? Да, в Петербурге. Я был в Петербурге не всё время, я был значительную часть времени в Москве, поэтому я бы хотел у вас спросить, как были дела в Петербурге с пустотой в это время, потому что я читал вашу статью относительно пустоты, и мне очень интересно, вот как состояние, пустили ли улицы, и если пустили, как это влияло на общее состояние города? Может быть, на ощущения, может быть, это какими-то циклами обуславливается, которые перестроились, городского поведения. Вы знаете, да, я старалась наблюдать, конечно, как социолог, за тем, что происходит в городском пространстве, и пустое ли оно, или есть ли люди, если люди есть в масках ли они, или не в масках. И, в принципе, я думаю, что можно говорить о каких-то даже ритмах в этом плане, потому что чётко были дни после начала локдауна, когда большинство людей были в масках, к примеру. А потом, чуть позже, я помню, как нарастало объём людей, которые не носили маски. К лету я помню, как нарастало количество людей, которые ходили, да, и наслаждались улицами без масок, особенно когда произошло потепление в режиме, и разрешили летние террасы. Я помню, я тогда жила у Пятиуглов, у площади Пятиуглов, я помню, как нарастала просто востребованность этого места, ну и мы все понимаем, что, по сути, это улица Рубинштейна, плюс все улицы, отходящие от Пятиуглов, они так или иначе являются довольно-таки проходимыми, общественными, туристическими. И я помню, как просто нарастала динамика этого пространства, и страх как бы отходил назад, хотя заведения все были закрыты, все было только снаружи, все сидели на террасах, кто-то пытался сидеть в масках, но все равно это было. Ну, в общем-то, я даже пыталась фотографировать количество людей в масках, но всегда, всегда, кроме, наверное, только самого начала локдауна, было не очень-то такое оптимистическое отношение, ну, то есть было достаточно много игнорирования этого вопроса, скажем так, масочного вопроса. Что касается пустоты, да, конечно, ощущалось изменение городской динамики, городских ритмах, конечно, улицы были не настолько наполненными, какими они должны были быть, допустим, весенний период, ближе к летнему, когда был локдаун относительно нормального года, относительно нормальных ощущений, которые как бы ожидаются. И также те практики, которые должны возникать, да, вот весной, летом, которые прямо телом ощущаются, да, вот эти потребности посидеть на солнышке, на терраске, в кофейне, я просто это ощущала на себе, на своем теле, да, они не могли найти себе никакой реализации. И, конечно, по сути, это была пустота и в городе, и пустота внутри, потому что не было альтернативных практик. Альтернативные практики, которые предлагались, например, выпить с друзьями в зуме, да, они, конечно, были по фану первое время, но они не могли заменить непосредственного контакта с городом. Я хотел переспросить. Здесь некоторым образом такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, страх связан с пустотой, а с другой стороны, когда пустота, наоборот, ни от кого не заразишься, и страх оказывается вроде бы как не мотивирован, вроде бы как иррационально об этом. Вот Мария говорила несколько минут назад относительно деревьев, вроде бы, ну, пустота, не заразишься. Как вы это можете объяснить? Здесь, мне кажется, пересекаются различные режимы восприятия, различные телесные режимы. С одной стороны, да, вот нарастание истерии и то, что подогревается в информационном поле, например, оно, естественно, порождало режим отстранения, да, и я помню свои реакции, когда я шла в маске в начале, где-то, вот, в процессе локдауна и боялась встретить в узком проходе, там, где шло строительство, по одной стороне, Владимирского, в общем, встретить в этом деревянном узком проходе идущего мне навстречу человека. Я помню, как я задерживала дыхание инстинктивно и пыталась пробежать мимо этого человека побыстрее. Да, там была эта кишка строительная, деревянная, и там нужно было продержаться несколько минут. А с другой стороны, есть режим абсолютно человеческий, доказанный, в общем-то, уже многими урбанистами, исследователями, когда человеку, наоборот, в общественных пространствах необходимо присутствие других людей. И для него это является, собственно, одной из самых базовых потребностей, во-первых, смотреть на окружающих, а во-вторых, ценностей, потому что через то, что мы наблюдаем окружающих, получаем когнитивный опыт, мы, собственно, ценим вот это городское разнообразие. Соответственно, опять же, в теле, в восприятии заложен этот режим общественности в общественных пространствах. Особенно дико, естественно, было наблюдать ту же самую улицу Рубинштейна пустой, абсолютно дико, абсолютно страшно и кризисно. То есть это затишье, оно вызывало тоже, в общем-то, страх, только уже с другой стороны. В общем-то, это не то, чтобы даже противоречие, это такая, мне кажется, важная история про человека, как про многогранное существо. в наших ценностных мирах бывают противоречивые ценности, в наших режимах восприятия бывают противоречивые режимы, и это все нужно упаковывать правильно, рефлексировать, чтобы не впасть в различные психические тревожные состояния, когда душа человека раздирается различными такими-то векторами. Можно я маленькую ремарочку ставлю к тому, что сказала Александра по поводу пустой улицы Рубинштейна? А я вот как раз об этом думала тоже во время всего вот этого периода, именно об улице Рубинштейна и Невском. Вот это две улицы, которые не давали мне покоя, что называется. И я как раз об этом и думала, что если бы там были деревья, как они были, например, и есть, слава богу, на набережной лейтенанта Шмидта, где от моего дома 50 метров, и я совершенно спокойно с паспортом выходила гулять по лейтенанту Шмидта, где таких, как я, было совершенно огромное количество. У меня ощущение, что именно этой набережной, то количество людей, которое там было во время карантина, больше в два раза чем во все остальное времена, если честно. И вот мне кажется, как мы все уже знаем, после участники Зина теперь вообще это как отче наш знают о том, что деревья снижают стресс и уровень тревожности и положительно влияют на здоровье. И поэтому мне кажется, что если бы эти деревья были на Рубинштейна и на Невском, то никакой тревожности и никакого ощущения ужаса и беспокойства у людей, живущих там и рядом, наверное, бы уже не было. А можно я подержу Марию и скажу, что результаты исследований наших, они показали то, что люди в локдаун стали гораздо больше выезжать в такие районы, например, как Петродворцовый, курортный, Пушкинский для досуга. и там были на самом деле открытые парки некоторые и там гуляли и, в общем-то, хорошо проводили время. Мне это доступно из данных по, скажем так, цифровому следу, по тем комментариям, по фотографиям, которые люди постят в соцсетях и по нашему внутреннему ресурсу, по карте эмоций импрессити, которая показала, как раз на этот период нарастания позитивных эмоций в этих районах. И я это связываю именно с зеленой инфраструктурой, с зеленой системой, с зеленой экосистемой городской, потому что гуляли, естественно, именно в открытых зонах, именно среди деревьев, среди которых также стоит отметить, что, мне кажется, субъективное ощущение риска было снижено, потому что это не замкнутое пространство, а открытое и зеленое. Интересно. Скажите, Карина, вот я снова, я думал, Сергей, нет, сейчас я хотел бы у Карины спросить, потому что вы говорили про слой тревоги, слой тревоги, который по-вашему, в вашем конкретном опыте, личном, может быть, художественном тоже, накладывается на все восприятие мира, на все восприятие вещей. Как здесь быть в коммуникации с деревьями? Снижается ли слой тревоги? Включается ли что-то еще? Я, наверное, хочу порассуждать на эту тему, как бы, заходя, опять же, соотношение медиации, как раз я попробовала этот способ, то есть, как я могу, например, снимать этот слой тревоги, подключаясь к своим собственным ощущениям. И, например, тревога может меня по-прежнему захлестывать, но вот какую опору я могу в этом находить, есть разные способы медитации, техник, которые настраивают там, не знаю, с ритмом дыхания, с какой-то опорой, поддержкой. И вот эта идея, что в целом вот эта поддержка моему дыханию, кислород, это часть, которая также перерабатывается деревьями очень активно, и как я могу вот это дыхание, которое стоит под угрозой, разделять с деревом и вообще как бы смотреть на него, там, не знаю, как-то, в общем, этот опыт разделять на двоих. Что касается тревожности, наверное, здесь еще вопрос стоит, просто так же вот основываясь на каких-то исследованиях, которые говорят о том, что, ну, понятно, что маска как элемент защиты в то же время накладывает слой тревоги, поскольку мы не распознаем эмоции, мы не распознаем базовую мимику, и мы не понимаем таким образом, кого я встречаю, то есть, кто кроется за этой маской, и если мы добавим, например, солнечные очки, капюшон, то получается, что я встречаюсь с кем-то, с чем-то очень невидимым, и мне кажется, что вот в случае нашего исследования дерева это было очевидно что-то, что мы видим, что мы можем так же тактильно ощущать, то есть, используя все наши способы восприятия, которые помогают нам также, ну, как бы условно получить сигнал о том, что это безопасное пространство, то есть, я могу его вдыхать, я могу на него смотреть, на дерево, я могу его осязать. Ну, на моем опыте это было так, что я живу в достаточно зеленом районе Петербурга, это, и у меня рядом есть несколько парков, и я на велосипеде очень активно выезжала, и я чувствовала в этот момент некую привилегию, потому что велосипед, он дает какое-то среднее положение между, скажем, общественным транспортом, где я все равно нахожусь в пространстве с другими людьми, и моя тревога может от этого повышаться, или там, как пешеход, ну, вот, когда Александра привела пример, что если я оказываюсь в деревянной кишке, то опять же моя тревога может повыситься, потому что это ситуация, когда контакт неизбежен, и я не понимаю, насколько я его хочу и могу выдержать, и вот велосипед давал мне вот эту свободу, что я нахожусь на, то есть, я вижу, я могу выбирать, там, не знаю, маршрут, скорость, менять решения и в то же время оказываться в парках, в лесопарках и проводить время, ну, давая себе возможность какой-то перезагрузки, что ли, и возможность снимать тревогу этим способом. Да, в каком районе вы живете? Ну, вот сейчас я там не живу, но жила я на момент этих моих велосипедных прогулок в районе между академической и ближе к парку Сосновка, то есть, Муринский ручей, лесопарк Сосновка и Пискаревский парк, вот это такой треугольник, который мне всегда давал свободу выбора, куда я еду сегодня. Ясно. Ну, да, Сергей, все-таки я добрался до вас, я хотел бы узнать относительно того, как вы простраивали коммуникацию, коммуникацию даже не просто в смысле конкретной формы связи, но ваша должна интересовать как режиссера, как куратора, какая-то коммуникация эмоционального типа, в смысле, вы должны, возможно, передавать какую-то эмоцию, запускать какие-то процессы, да, если вы иерархически существуете, если более горизонтально, то по-другому. Вот как вы решали свои задачи такого рода кураторского, не в смысле кто что будет делать, а в смысле создания какой-то творческой энергии, ее модерации, запуска, как это происходило и как это сочеталось с концептом Зина и еще примыкавших к нему вещей, потому что есть медиация, там есть... Ну да, это довольно объемный вопрос, я, пожалуй, начну с того, что Зин это вещь, которая создается руками художников и печатается, соответственно, это как бы микроиздание, и поэтому оно требует неких навыков, которыми я, в свою очередь, не обладаю, и здесь, безусловно, это прежде всего командная работа, и второй момент, который касается коммуникации и эмоциональной вовлеченности, это вопрос тематический, то есть интересный момент того, как мы пришли к выбору этой темы, потому что изначально в инициативе, в которой мы работали, в инициативе Алины Белишкиной и Натальи Хвоенковой из ГЦЦИ, под шапкой кураторского форума, речь шла о том, что предлагалось создать некий ЗИН-выставку, в котором будет изучаться некое сообщество людей, которые до этого оказывались, скажем, в положении незамеченных или малозаметных, малозаметная группа людей, или не людей, объектов и так далее. Ну, то есть сообщество, в общем, работа с сообществом. И мы, конечно, когда с Аней Сарухановой, с куратором ЗИНа пытались найти тему для подачи заявки, то мы отталкивались от того, что нам нужно найти вот это сообщество. И в конце концов остановились свой выбор, скажем так, на сообществе людей, борющихся за жизнь и процветание зеленых насаждений в Петербурге. И нам показалось это очень интересным, потому что сообщество как таковое сформировалось, а степень его выхода в информационное поле недостаточно. И, соответственно, после того, как мы определились с темой, мы начали собирать людей, которые будут с нами вместе делать этот проект и нашли трех замечательных коллег в Питере. Это, собственно, Маша Тинника и Карина Шербакова, которые сегодня с нами, и художница Александра Кокачева, которая участвовала в создании страниц зена. А также две московские художницы, помимо Ани Сарухановой, которая сокурировала, это Аня Карп, которая верстала и делала развороты дизайнерские, и коллега наша Кира Харлашова, которая пообщаться с Машей, Машей в Петербурге. Я, может быть, чуть зависаю, сразу извиняюсь за подобные зависения. Да, пожалуйста, уже хорошо. Да, исправился мой роутер. И в итоге должен сказать, что сам процесс очень мобилизовал нас и было важно и очень любопытно говорить с Машей, потому что она фактически вела нас через эту тему, вела нас через стерник звездам по отношению к проблематике, с которым мы работали. Ну, а мы уже в свою очередь, я на вторых парах, а художники на первых, постарались это вынести на бумагу в виде неких графических изысканий. Да, спасибо, я понимаю, но когда обычно описывают опыт какого-то организатора или режиссера зачастую, есть такой миф, что он должен какую-то растравить агрессивную эмоцию, чтобы всех заразить, напугать, внушить и иногда людям неуверенность в себе, то есть каким-то образом не только со сладко-пряничной или с демократичной стороны зайти, но еще что-то внутри подорвать. Я не знаю, применяли вы это или не применяли, но так или иначе около каких-то эмоций опасности вы, наверное, должны были ходить. И что-то вот такое тоже могло у вас существовать. Вот как это было? Ну, Антон, вы меня пытаетесь вывести на какой-то откровенный режиссерский разговор, но я свои режиссерские навыки постарался не применять в этом проекте. И мне, конечно, действительно, вы ведете в сторону некого театрального анализа ситуации, не думаю, что это имело место. Более того, я всячески пытался этого избежать. Моя позиция, она хоть и была проактивная, такая продюсерская где-то даже, но она ни в коем случае не стремилась быть какой-то обязывающей, радикальной, навязывающей. Ну, по крайней мере, я со своей стороны всячески избегал этой ситуации. Не знаю, как уж со стороны коллег это выглядело. Но мне казалось важным создать правильную энергию и некое движение всего проекта вперед и планирование проекта. А что касалось содержания и тем более какой-то визуальной составляющей, то, конечно, я никого не подрывал. И этот инструмент, он должен использоваться очень редко. И он используется только в сложных многосоставных проектах, где требуется повернуть ситуацию резко, если она действительно идет не туда, куда нужно. то есть в кризис входит. Но вы говорите о инструментах радикальных, они в таком проекте, коммуникационных инструментах, я имею в виду, они в таком проекте не нужны, потому что естественно мы все полюбовно договаривались обо всем. Да. Карина, Мария, вы почувствовали, что все было полюбовно? Действительно так и было? Не знавайтесь давайте. Я могу вам сказать, что главным, как бы я не хотела сказать плохое слово, но в общем таким, который в углу и коричневый, почему-то получилось я. Поэтому на самом деле Сергей действительно был большой молодец, что он сглаживал вот эти мои ненужные, не буду говорить какие-нибудь умные слова, не хочется, мои странные выплески негативного отношения к людям и приподнимании деревьев по отношению к людям и навязывание своей точки зрения остальным участникам. Он большой молодец. Я считаю, что он справился с этим замечательно. Я, со своей стороны, могу сказать, что мы работали вместе не первый раз, и какое-то полюбовное отношение проносится сквозь годы, поэтому для меня не было какой-то неожиданностью встреча в рамках этого проекта и новым опытом в этом смысле. Карин, скажите, а вот ваши эмоции, то есть это было построено, ваша часть была построена исключительно на позитивных эмоциях? Или там была какая-то еще грань негативности? Ну, вообще, я на это исследование вообще на это не смотрела, как на позитивный и негативный опыт, и для меня как, наверное, первый был вопрос, как дать возможность человеку подключиться, поучаствовать, то есть такой партисипаторный подход, вот, и что, наверное, от чего я отталкивалась, это, безусловно, от фактов, от той информации, которую я внезапно стала получать в ходе наших созвонов, в ходе того, как Маша нас консультировала, и далее я просто стала использовать свой навык, ну, какой-то телесной работы, то есть навык того, как можно настроить на то, ну, то есть настроить слушателя, человека на то, чтобы найти точку входа, найти точку доступа к дереву, но у меня не было категории, там, горячее, холодное, или там, негативное, позитивное, скорее, это просто мой опыт, который проходил, там, на фоне пандемии, на фоне этих эмоций, или там, переживаний, ощущений, но как отдельно я его не не пыталась, что ли, вот как-то обозначить, чтобы сделать его частью медиации, скажем так. Спасибо. Александр, у меня к вам есть еще вопрос. Я помню ваше сравнение одного некоторых там действий вот Марии с ситуационистским интернационалом, по-моему, так? Это вы ведущее обсуждение говорите? Да, 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 да. Могли бы развить это чуть-чуть? Вы как-то радикально интерпретировали действия Марии? Ну, почему же радикально? Насколько я помню, у Марии были послания, да, которые были внедрены в контекст неприспособленный никак, непредназначенный для этих посланий, то есть в контекст пустых газетных площадей, как же сказать, лайтбордов, русских, как сказать, доска подчета. Да, я правильно помню? У Маши такая была? Щиты, щиты. Рекламные щиты. Дело в том, что сейчас у нас проходит своя арт-урбанистическая лаборатория 25 линий, посвященная линиям Васильевского острова и их освоению через различные практики, и мы эту лабораторию выстраиваем на социальной философской критической мысли, много с участниками читаем, в частности, Гедебора, Лефевра, Же, Десерто, и мне кажется, что эта теоретическая канва, она очень хорошо подходит для осмысления как раз тактик присвоения и переприсвоения городского пространства художниками, перформерами, всеми, кто хочет называть себя художниками, не обязательно это люди, которые имеют соответствующее образование, и одной из таких тактик является присвоение непредназначенных объектов, например, счетов, для своих высказываний. Это еще частично напоминает практику эдбастинга, то есть нарушение рекламы или расхитителей рекламы, похитителей рекламы, как на русский это переводит. Ну, в зарубежной практике это именно эдбастинга, это действительно основано именно на ситуационистской практике, на ситуационистской теории и на понятии переворота, ухода от прямого назначения и, соответственно, переопределения, пересборки различных мест, различных пространств под себя, под свое высказывание. Ну, и плюс, естественно, это борьба с логикой и с дискурсом, который насаждается доминирующими группами. Ну, в какой-то степени счеты, которые являются информационными, на которых обычно публиковались всегда газеты муниципальных университетов или каких-то групп, в котором эти счеты подвластны, какого-нибудь комитета по информатизации и связи, соответственно, это является местом доминирования. Но, когда мы врываемся в это место своим высказыванием, это уже становится местом публичного обсуждения. С другой стороны, счеты, конечно, сейчас у нас в эпоху цифровизации они вообще заброшены и тоже являются пространством пустоты по-своему, потому что внимания к ним очень мало. Но, мне кажется, что качество площадки для публичного высказывания все равно имеет значение, потому что они все равно присутствуют в городской среде, как объекты, они все равно присутствуют у транзитов пешеходных, то есть там, где их могут увидеть и заметить, и они все равно имеют вот этот дисплей для представления какой-то важной информации. Поэтому, да, поэтому я это связываю напрямую. Ну и в принципе, я бы сказала, что в Зине очень много следов как раз того, что Тесерто называет тактики присвоения пространства, да, это и обнимание деревьев, и какие-то чувственные проявления, телесные проявления в городской среде, которая по сути своей всегда доминируется рациональностью, к сожалению, и некой линейностью. То есть, например, какое-то перепрохождение парка в режиме дрейф, обнимание деревьев, перепрочтение дерева и так далее, то, что в таком ключе в Зине развито, в разнообразных формах, оно, конечно, предлагает именно такие тактики. Мне как раз это очень понравилось, потому что получилось. Да, Мария, а ведь вы говорили, спасибо, Мария, а ведь вы говорили, что в предыдущем, по-моему, обсуждении, которое я смотрел, что вы предлагали своим знакомым и друзьям наклеивать, по-моему, листы с деревьев. Можете про это напомнить? Да, просто так, как в тот момент, когда уже именно не щиты рекламные, которые, как сказал Александр, правильно, совершенно запущенные, где разместила высказывания о деревьях Бродского, о разных породах, кстати, это вот важно, что он умудрился описать практически все породы деревьев в своих стихотворениях, посвященных Петербургу. В рамках ЗИНа была еще выставка на именно билбордах, которые на самом деле платные, подсвечивающие и, если честно, большие враги деревьев на газонах, потому что они расположены на газонах. Но мы решили, ну, не мы, как бы, да, кураторы решили, что этим надо воспользоваться и была выставка на этих билбордах, это на углу Среднего проспекта и на Васильевском, короче говоря, моем любимом острове, а меня уже там не было. Ну, я имею в виду, что на Васильевском. И мне очень хотелось, и я надеялась, но не получилось, видимо, по какой-то причине привлечь внимание к дубам, которые расположены на, тоже на Васильевском острове, на Большом проспекте, там порядка десяти дубов, которые старше, ну, как бы, гораздо старше, чем столетние, ну, то есть все жители Васильевского острова, в любом случае, они самые старые жители Васильевского острова. И я надеялась, что, как бы, вот эта выставка, да, сможет привлечь к ним внимание, и как бы, как один из способов привлечения этого внимания, да, я просила своих друзей, кто недалеко бывает на Васильевском острове, чтобы как раз они дубы, кстати, облетают гораздо позже, чем все остальные деревья, ну, то есть как бы тополь и дуб, это вот такие два товарища, тополь облетает практически зеленым сразу резко в ноябре, а дуб может даже иногда и оставлять листочки на протяжении всей зимы, и вот таким образом вы можете угадать, кстати, да, что это дуб, а не какое-то другое дерево, раз уж мне дали слово, быстренько скажу, что на стрелке Васильевского острова, вы, наверное, все знаете, что есть такая аллея, ну, кто из Петербурга, и вот в этой аллее вроде бы, да, там должны быть все липы, но среди лип затесался один дуб и один каштан, и вот найти этот дуб очень легко, на нем вот прямо сейчас, если пойдете, мимо будете проезжать, обратите внимание, на нем наверняка осталось несколько дубовых листочков, вот, и поэтому, да, я хотела, чтобы люди, да, там, если были на Большом проспекте, обратили внимание, во-первых, на эти дубы, смогли собрать оттуда листочки с этих дубов, и эти дубовые листочки могли бы, так сказать, послюнявив, прибить к этому дорогому билборду. Это, конечно, поразительно. Очень интересно, как вот применяются такие техники в вашей интерпретации Александра. Действительно, по-моему, подходит, да, присвоение пространства через объятия, через приклеивание листочков, присвоение или вторичное освоение. Карина, скажите, пожалуйста, вот я у вас еще в самом конце уже хотел бы спросить, а вы посредством акустических каких-то способов, да, посредством аудио, как вы, вам показалось, вы выстроили отношения с пространством вашей аудиомедиации, вы его присвоили, вы его заново как-то себе вернули, или что произошло? В общем, идея была в том, что можно прослушивать медиацию у каждого дерева без какой-то конкретики, да, то есть выбрать, выбрать, осмотреться, выбрать то дерево, с которым хочется повзаимодействовать, попробовать с несколькими, мне кажется, это скорее опять же про открытие внимания, про то, что я могу вдруг увидеть больше, ощутить больше, попробовать больше, дать больше времени на свой опыт, на свое переживание, прерваться, то есть это прям про какую-то бережность на самом деле, это даже не столько, мне кажется, про присвоение или про удаление, а скорее про бережность, мне кажется, это вот тот контекст, по крайней мере, в котором я была, когда собирала структуру медиации. Скажите, спасибо, Сергей, а вы, когда работаете в этом и в других своих проектах, когда вы работаете со звуком, вы скорее применяете что? Вы скорее бережно пытаетесь его как-то открыть другим, или вы скорее через него пытаетесь? Мы знаем ведь разное, в частности у Чернякова, с которым вы работали вместе. Мы знаем разные способы работы со звуком, которые уже известны оперы, которые можно очень по-разному описать. Открытость ли это или наоборот какое-то усиленное направление, такое почти вагирное? Да, Антон, я бы очень хотел избежать ухода в оперу, потому что это совсем другая область, совсем другой разговор, но я могу... Да, да, но я могу сказать, что вот конкретно в случае карьерного проекта аудиомедиации, я несколько раз прослушал ее, не будучи в Питере, и для меня было важным, что это некое сопряжение, соприкосновение, соучастие тому незаметному, тому исключенному пространству деревьев городских, которое становится для нас здесь и сейчас значимым, в момент прослушивания. И вот эта медиация, она скорее налаживает диалог между немым, как будто бы, деревом или деревьями, и нами, как будто бы говорящими. И мне кажется, что удача Карины с этим проектом именно в том, что молчащие получают слово, да, и в этом возникает какая-то новая степень доверия и новая степень диалога. И, наверное, для меня это самое ценное в этом проекте и в этой аудиомедиации. И это же и есть вот эта степень соучастия и степень включенности, которую, как я понимаю, вы хотите каким-то образом проанализировать в нашем разговоре в данный момент. Дело в том, что все зависит от жанра. Мы все знаем про радиотеатр, мы все знаем про музыкальные, аудиокниги. То есть все зависит от того, это же художественный прием, а в каком жанре вы работаете. И вот жанр аудиомедиации мы выбрали и в нем работали, да. То есть как бы опера здесь пример иного масштаба, во-первых, конечно, а во-вторых иной природы. То есть там как бы фронтальная, мощная фронтальная подача, не подразумевающая обратного отклика. А вот в арт-медиации Карины как раз обратный отклик необходим. То есть мы должны мысленно, эмоционально и, может быть, даже физически соучаствовать в том, что мы слышим. Это другой тип театра, это ближе к времени протокол, чем к опере. Я понял, спасибо. Ну что ж, мне нужно каким-то образом подвести этот короткий, подвести короткий итог к всему, о чем мы поговорили. Мы поговорили очень обо многом, но хотелось, конечно, еще и о большем. Знаете, я вспоминаю про один из примеров превращения, превращения, один из примеров перехода между человеком и деревом, который, ну, не совсем человеком, который, однако, случился и послужил материалом для огромного количества интерпретаций. Вот если бы мы жили с вами в античности, в греческих городах, государствах или в Риме на худой конец, для нас таким примером могла бы послужить Дафна. Дело в том, что когда за этой нимфой погнался греческий бог Аполлон, чтобы ее изнасиловать, еще одна важная тема, она превратилась в лавровое дерево. Вот такое превращение, которое она осуществила в кризисной ситуации, например, у Катрины Малабу получила название деструктивной пластичности в ее антологии инцидент. Нам оно, конечно, впрямую недоступно, но отчасти может быть доступно, потому что когнитивные функции нашего мозга пластичны. Они адаптивны, с одной стороны, к природе, с другой стороны, к культуре. И наше ощущение собственного тела каким-то образом может быть действительно подстраивается под окружающие нас события, не очень ценно то, о чем вспоминала Карина, говоря о фокусе внимания, о том, как он по-разному перестраивается. Сенсорный дефицит, который, может быть, отчасти вызван, отчасти сенсорный дефицит, который вызван ковид-реальностью, проводит новую настройку нашей системы восприятия, мышления, отражение, которое мы видим в самых разных практиках. И не случайно мы говорили о пустоте в городе, которая дает, с одной стороны, продуктивные возможности, потому что ее можно заполнить, а с другой стороны, все-таки погружает в некоторую депрессию. Обычно считается, что человек колонизирует природу, выражая таким образом свое могущество, и лишая того самого языка, о котором говорила Александра, по-моему, Александра, вам об этом говорили, лишая дискурса «Живой мир», его себе подчиняя. Но, может быть, действительно, в случае вашего проекта и в некоторых из случаев, которых мы видели на выставке, мы можем говорить о том, что тут не столько человек отнимает голос, сколько пытается выстроить свою речь, потому что у него самого голоса нет через других, через других, которые могут за него говорить. И вот этот способ высказывания «Jos we», «me too», «я-мы», который использован в названии вашего Зина и проекта, может быть, действительно позволяет обратиться к деревьям как к чему-то, и вообще к экологической реальности, если мы имеем в виду выставку, конечно, тоже, как к чему-то, что сильнее человека. Не что человек вырубит, а что его действительно сильнее, и что может за него говорить. И в этом смысле фраза «мы деревья» кажется удачной и ключевой. Ну а на вопрос, как все-таки мы можем совместить побег из сложной действительности, какое-то нормальное, спокойное существование в ней, но все-таки существование в ней, чего от нас требует современность, мы получили ответ. Он был дан, я могу вас всех с этим поздравить, нас всех поздравить. Он был дан, да, можно превратить место доминирования в место публичного высказывания. Можно действительно в нем просто пытаться не доминировать, а производить какое-то суждение. С другой стороны, даже когда мы приклеиваем лист, я думаю, о чем говорила Мария, я думаю, Александра вряд ли бы позволила нам сказать, что никакого доминирования в этом не было. Здесь сложно удержаться, с одной стороны, от того, что все-таки ты что-то делаешь, и даже пускай на месте, где было доминирование, где был новостной поток или агрессивная реклама, мы меняем его на публичное высказывание, да, но прекращаем ли мы в нем доминировать. Вот такая сложная ситуация. Доминировать, не доминируя, наверное, перед нами стоит, и решить ее мы, каждый из нас может, исходя из своей личной этики, которую, конечно, коллективно обсуждать, наверное, неуместно. Это каждый решает сам. Спасибо всем. Я должен поблагодарить всех участников. Сергей Морозов, куратор, режиссер, Александра Ненька, исследователей. Мария Тинника, которая называет себя все-таки активистом или общественным деятелем? Как вы себя называете? Надо обязательно себя назвать. Хорошо, пускай будет общественный деятель. Хорошо, Мария Тинника, которую мы можем не называть, чтобы таким образом не доминировать. И художница Карина, художница, где же у меня голос? Художница Карина Щербакова, конечно, меня сбивает ваше СЦ. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Продолжение следует...